В эфире программа День города в студии Алена Куколева. Здравствуйте! На событиях прошедших суток с вами поделятся наши авторы. Вот некоторые темы выпуска. В Рязанской области многодетный отец покончил с собой. На владельца Рязанского центрального рынка заведут еще несколько уголовных дел. И губернатор Рязанской области поздравил женщин с праздником 8 марта. Сегодня стало известно, что в Рязанской области Геннадий Желтов многодетный отец покончил с собой. Его семья получила широкую известность после серии публикаций в СМИ и сюжетов на федеральном телевидении. Губернатор Олег Ковалев сегодня же поручил оказать помощь детям, которые теперь остались без отца. О трагедии подробнее расскажет Марина Комиссарова. История семьи Геннадия Желтова стала известной далеко за пределами Рязанской области, когда многодетный отец, в одиночку воспитывающий семерых детей после гибели супруги в автокатастрофе, попал на центральное телевидение. Ровно год назад. О том, насколько кардинально изменится после этого эфира жизнь скромного жителя Ермешинского района, тогда никто не подозревал. Однако все, что происходило далее с Геннадием, напоминало скорее сценарий фильма, чем реальную жизнь. Ну, первый раз, когда я его увидела, он такой маленький, худенький, скромный, такой мужичок. Он сам бы никогда не заварил вот эту кашу. Это все благодаря его вот, получается, теперь уже вдове Марине. Мы узнали о нем и приехали. Сам бы он ни за что бы не позвонил, не попросил помощи. Он как-то привык собственными силами справляться и был очень скромен и не любил вот эти вот все огласки. Отзывчивых людей, готовых помочь семье Желтова во всей стране оказалось удивительно много. Из разных городов звонили, присылали детские вещи, констовары, игрушки, деньги, в стремлении помочь скромному многодетному отцу-одиночке. Кроме того, в скором времени семья должна была переехать в новый дом в Сасово, пока не случилась трагедия. Февральской ночью в старом доме, где пока проживали Желтовы, случился пожар. Уже выяснилось, что причиной возгорания стало короткое замыкание. Как будто какой-то злой рог на эту семью обрушился. У них первой такой вестью неприятной стал пожар в их старом доме. Надо сказать, что после передачи, пусть говорят, им подарили новый дом в Сасово, но туда они еще не успели переехать. Они жили в Ермише. Ночью с 9 на 10 февраля произошел пожар, и дети чудом спаслись. Старший сын Андрей выбрасывал их голыми, босыми на снег, чтобы они не сгорели. После пожара, в котором было уничтожено все имущество семьи Желтовых, детей временно определили в школу-интернат, а Геннадий переехал к Марине, женщине, с которой два месяца назад узаконил отношения. Она и обнаружила тело супруга. Туалет у меня на улице, обыкновенный деревянный, старый дом в деревне, в халате домашнем, в шлюпках. Ну куда? Он в туалете обычно утром сидит. Ну вот ровно пятна вышла, что-то долго нету его. Вышла Гена, Гена, не в туалете нету, нигде нету. Забежала в сарай. У меня там вот из пожара, от пожара. Ну он все железки, может, какие ему надо. Ну не понимаю, он все мотоцикл там чинил. А там висит. По словам Марины, Геннадий крайне тяжело переносил общественные пересуды и очень переживал из-за негативных комментариев в интернете, где анонимные пользователи осуждали семью Желтовых и обвиняли его самого в аморальном образе жизни. Это вот, во-первых, людская зависть, во-первых, вот эти сплетни. А сейчас сгорело все. И вот в интернете после этого, после пожара, я ее носила, я уже и прятала этот компьютер. Он всеми ночами сидел эти комментарии читал. По данному факту, САСовским межрайонным следственным отделом, Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области организована и проводится проверка. Следователями уже проведено осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы. Также будут устанавливаться все обстоятельства гибели мужчины. По результатам процессуальной проверки будет принято законно обоснованное решение. Вдова Геннадия Марина не может усыновить детей. Официально она безработная. Губернатор Рязанской области Олег Ковалев поручил организовать и оказать всю необходимую помощь детям из семьи Желтовых, которые остались без отца. Руководителям министерств, входящих в социальный блок правительства региона, уполномоченному по правам ребенка Екатерине Мухиной и главе администрации Ермешинского муниципального района. И к другим темам. Арендаторам торговых точек на центральном рынке Рязани объявили о прекращении с ними договора с 1 апреля. Губернатор Рязанской области Олег Ковалев поручил в недельный срок разобраться в сложившейся ситуации, а на владельца Рязанского центрального рынка заведут еще несколько уголовных дел. Как сообщает информационный сайт РЗН-Инфо, поводом будет до начисления более 2 миллионов рублей налогов по итогам проверок. Но уже известно, что речь идет о десятках миллионов, говорится в тексте сообщения. Проблема, разгоревшаяся вокруг центрального рынка, задела интересы 3000 арендаторов. Некоторые из них более 20 лет уже работают на своих местах. Теперь люди находятся в подвешенном состоянии и не знают, что делать дальше. Не так давно собственник центрального рынка известил этих рабочих о прекращении деятельности рынка. В приказах, которые он разослал людям, было указано обоснование, в связи с заведением уголовного дела по неуплате налогов. На самом деле, даже несмотря на налоговую задолженность, центральный рынок имеет право продолжать работать. И чтобы добиться правды или какой-то защиты, арендаторы вынуждены искать помощь. На заседании в областной думе фракция «Единая Россия» обсудила этот вопрос. Представители партии пытаются найти пути решения проблемы. Вчера мы встречались в общественной приемной, встречались с инициативной группой этих ориентаторов. Значит, это были представители города, представители правительства. И такой, в общем-то, идет ненормальный слушок, или захватить этот рынок, или закрыть. Значит, все было весной. Представители правительства, все заинтересованы, чтобы рынок работал. Тем более, речь шла даже о закрытии мясомолочного, всего этого комплекса. Там более 100 лет уже работают. То есть, все за, и правительство, и город. Город, чтобы успокоил, на всякий случай уже подобрал места, куда можно этим людям пойти, было внести. Но... В эти дни инициативная группа арендаторов рынка, обращаясь к органам власти, получила консультационную помощь. И в дальнейшем, если это будет необходимо, им будет оказана юридическая поддержка. В ходе заседания фракции «Единая Россия» депутаты приняли решение избрать от партии координатора по этому вопросу. Урегулировать конфликт в результате поручили депутату, члены фракции Татьяне Гусевой. На заседании облдумы члены фракции единогласно поддержали это предложение. В России сменился губернатор еще одного региона. В среду 2 марта в отставку был отправлен глава Тверской области Андрей Шевелев. В Кремле при этом подчеркнули, что Шевелев покинул занимаемую должность по собственному желанию. Губернатор Тверской области Андрей Шевелев покинул свой пост перед выборами. Шевелев будет вторым отставным в этом году главой региона после Владимира Груздева, возглавлявшего ранее Тульскую область. По словам представителей федеральных СМИ, перед выборами Госдумы в регионе нужен более сильный лидер. Проблема лишь в поиске такой кандидатуры. Планируется, что решение по Шевелеву будет принято в течение месяца, до истечения срока его полномочий, пока пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказывается от комментариев. Шевелев три года проработал вице-губернатором Рязанской области, а после в 2011 году стал губернатором в Твери. С Рязанью его связывала учеба в десантном училище. В качестве вице-губернатора Шевелев отвечал за политические вопросы. Вместе с ним на работу в Тверь перешли несколько рязанских чиновников. Наиболее известный из них Сергей Дудукин, который работал председателем комитета по печати регионального правительства, активно участвовал в политической жизни области. Он стал вице-губернатором, вторым человеком Тверской области. Дудукин работал в структуре Российского союза молодежи, затем в Единой России, в коммерции, короткое время в правительстве губернатора Георгия Шпака. В 2008-м, после формирования правительства Ковалева, в котором Андрей Шевелев стал вице-губернатором, занял должность начальника его секретариата. В 2009-м стал председателем комитета по печати и информации обл. правительства. В региональном парламенте в среду 2 марта состоялся правительственный час, посвященный государственной кадастровой оценке объектов недвижимости в регионе. С докладом перед депутатами выступил министр имущественных и земельных отношений области Михаил Майоров. В Рязанской области кадастровая оценка утверждена в отношении 56% земли населенных пунктов и 93% земли промышленного и иного назначения. Кадастровую стоимость имеют все земельные участки сельхозназначения. Также проведена кадастровая оценка 790 тысяч объектов недвижимости, учтенных в государственном кадастре. Каждый владелец объекта недвижимости, юридическое или физическое лицо, может ознакомиться с результатом кадастровой оценки в сети интернет на официальном сайте Росреестра. В настоящее время порядок кадастровой оценки недвижимости регламентирован федеральным законом об оценочной деятельности, а также постановлениями регионального минимущества. При этом было отмечено, что законодательство постоянно совершенствуется. На сегодняшний момент законодательство об оценочной деятельности, в данном случае касаемо кадастровой деятельности, оно у нас динамично развивающееся. Каждый год вносится в этот закон изменения практически. Причем последнее изменение, оно фактически родило новую редакцию этого закона. На текущий момент также в Госдуме есть проект изменений, федеральный закон об оценочной деятельности. Там сейчас очень активно он обсуждается. В ходе обсуждения темы правительственного часа у депутатов появился ряд вопросов. В частности, заместитель председателя областной думы Михаил Кривцов уточнил, какие объекты подлежат кадастровой оценке. Глава регионального минимущества Михаил Майоров заверил, что кадастровая оценка проводится только в отношении объектов недвижимости, внесенных в государственный кадастр. Оценка объектов проводится по решению исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации. Предусмотрена альтернатива при проведении кадастровой оценки. Выбирает сам субъект, как бы по проекту, либо он под договор, опять же, существующей схемой применяется, либо он обязан создать государственные учреждения, которые непосредственно будут проводить государственную кадастровую оценку. Кадастровая оценка объектов недвижимости проводится не чаще, чем один раз в три года, но не реже, чем один раз в течение пяти лет. Первые дни весны, порой по-зимнему холодны, но 8 марта – это праздник, когда по-настоящему тепло от цветов, улыбок и добрых пожеланий. Губернатор провел торжественный прием в честь приближающегося международного женского дня на него были приглашены представительницы женского актива региона. Даже в такой пасмурный и слякотный день, как сегодня, залы областной филармонии освещали сотни улыбок наших землячек. Тема кино, как нельзя кстати, сочетается с атмосферой праздника 8 марта. Кинематограф будто бы и создавался исключительно для дам, ведь если подумать, то шедевры российского кино – это одно большое признание женщине в любви. Произнося вступительную речь, Олег Ковалев признался, что волнуется, ведь такое количество прекрасных дам собирается в одном месте нечасто. Вы, женщины, несете в своих сердцах солнечное тепло и свет. Вы украшение, гордость и надежда Рязанской земли, если хотите так. Как губернатор имею все основания утверждать. В регионе нет такой отрасли, экономики или же направления в социальной сфере, где бы на ответственных ролях не присутствовали, не работали женщины. Вы руководите предприятиями и организациями, занимаетесь наукой и бизнесом, учите молодое поколение, лечите людей, судите. И многое другое делаете. То, что крайне важно в нашей жизни и что в общем-то в целом определяет саму жизнь. Губернатор в своей поздравительной речи отметил, что сегодня женщины превосходят мужчин в эффективности работы, в исполнительности, в умении принимать ответственные решения и выполнять самые сложные задачи. А порядка в стране в целом больше от того, что есть позитивное влияние женщин. Наша праздничная встреча проходит сегодня не совсем обычно в рамках объявленного года России, года кино в России. И поэтому в этом зале мы увидим на экране, вот вы видите здесь экран, на экране образы, созданные замечательными актрисами, в том числе и нашими, рязанскими актрисами. Женщины всегда очень искренне исполняют свою роль и в жизни, и на сцене. Потому что пропускают все переживания героинь через собственное сердце. А в жизни они волнуются и за нас, мужчин, и за детей, и за свое дело. Поэтому мы всегда будем думать о вас, заботиться о вас, ценить и беречь вас, дорогие и любимые наши женщины. Признательность выразили мамам, в семьях которых трое и больше детей. Для поддержки семьи и детства, по словам Олега Ковалева, сегодня в Рязанской области делается очень много. За заслуги в обучении, воспитании, творчестве, науке и прочем, где только может проявить себя женщина, рязаночки получили букеты весенних цветов и награды. В свой адрес они услышали много теплых слов, песен, в исполнении рязанских вокалистов под аккомпанемент губернаторского симфонического оркестра. Рязанские наркоманы прятали наркотики на территории городских кладбищ. Они реализовывали свой товар через интернет. У злоумышленников наркополицейские изъяли свыше 700 граммов психотропных веществ. Наркополицейские получили информацию о том, что в областном центре неизвестные товарищи устраивают тайники с синтетикой. Особым кощунством в этой и без того невеселой ситуации стало то, что местом реализации наркотиков злоумышленники выбрали городские кладбища, в частности Новое и Вознесенское. Дело в том, что в ночное время эти места пустуют, что позволяло наркопреступникам действовать с минимальным риском. Сотрудникам ФСКН удалось установить личности подозреваемых, после чего была организована засада на маршруте их вероятного передвижения. В одну из ночей в районе Южного промузла наркополицейские блокировали автомобиль БМВ, в котором находились двое жителей Рязани 19 и 20 лет. При них оказались пять закладок с наркотиками массой около 5 граммов каждая. В ходе опуска в квартире младшего участника преступной группы на улице Интернациональной, в диване, на полках и в принтере были обнаружены наркотики трех сортов, так называемые твердый, россыпь и скорость. Общая масса изъятых наркотиков составила 740 граммов. Помимо этого были обнаружены интересные документы, работающие как прикрытие для одного из наркодилеров. Фальшивые удостоверения сотрудника госнаркоконтроля вызвонили лейтенанты полиции. Данные молодые люди нигде не работали и не учились. Установлено, что один из них 19 лет и продолжительное время являлся наемным закладчиком от федерального сетевого магазина. Однако получаемых денег в качестве вознаграждения юноше казалось мало и одновременно он по сути открыл свой наркобизнес. Часть получаемой от кураторов синтетики присваивал и перепродавал собственным клиентом. Свои услуги он рекламировал в сети интернет на одном из специализированных сайтов. В последнее время молодой человек втянул в преступную деятельность своего друга детства в качестве водителя и помощника. В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по фактам покушения на сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размерах в составе группы лиц по предварительному сговору. Проводится расследование. На этом у меня все. Далее смотрите программу подробностей прогноз погоды. Мы прощаемся с вами. До завтра. Хорошего продолжения вечера. Живой комплекс «Вива». Как в городе, только лучше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова